Сегодня Сергей Лийский район из некогда заброшенной территории превратился в современный городок. Новые массивы, промышленные объекты, метро, все делается для создания удобств населения. Но похоже не все это ценят. Порой не хватает элементарной бытовой культуры. Как гласит статистика, ежегодный объем промышленных отходов по стране превышает 100 миллионов тонн, а бытового мусора скапливается около 35 миллионов тонн. Их около 2 миллиардов тонн занимает площадь в 12 тысяч гектаров. Нетрудно понять, насколько это отрицательно влияет на состояние окружающей среды. И это не все. Из-за незаконного размещения отходов населениями и предприятиями в непредусмотренных для этого местах появляются вот такие мусорные полигоны. Эти кадры сняты вдоль побережья, прилегающей по территории Сергилийского района столицы речки Черчик. 18 гектаров вблизи русла водоема районным хоккемятом выделены для предпринимательской деятельности. Площадь, отведенная для целевого использования, к сожалению, остается заброшенной и превращена в настоящую мусорную свалку. Для всестороннего изучения сложившейся ситуации создана специальная рабочая группа из представителей Ташкентского городского управления по экологии и защите окружающей среды, Сергилийской районной прокуратуры и других организаций. В результате чего на производственных предприятиях, расположенных в южной промышленной зоне района, выявлены нарушения требований законодательства в этом направлении. В процессе изучения столкнулись с проблемами, как это, например. Предприниматели даже не приступали к благоустройству территории, к строительным работам, организации, какой-либо деятельности. В итоге такая вот нелицеприятная картина. Площадь будет приведена в порядок, а все документы, данные субъекту предпринимательства, передадим в правоохранительные органы. Приняты соответствующие меры по устранению недостатков 87 из более чем 120 предприятий. Проводим мероприятия в южной промышленной зоне Сергилийского района. Вот на этом предприятии производятся аккумуляторы. Промышленные твёрдые отходы разбросаны повсюду, даже не выделены специальные ящики для них. Для устранения недостатков привлекли специальную технику. У нас был договор с предприятием Максустранс. Сегодня мы его обновили. Нам установят ящики для мусора и будем вести свою деятельность в соответствии с определенными требованиями. Нужно помнить, что за чистоту и порядок ответственен каждый из нас. А принцип «хоть ли нас, хоть потоп» не имеет никакой логики и очень опасен. И от нашего же отношения к окружающей среде зависит наше же благополучие.